Здравствуйте! Сегодня в нашу передачу мы пригласили старшего преподавателя по мастерству актера и технике речи Института театрального искусства, аспирантку ГИТИСа, актрису Василису Теплякову, а также у нас в гостях аспирант философского факультета, член правления Московского отделения Российского философского общества Дмитрий Круглых. И с вами я, эстетик Елена Бояршина. И собрались мы сегодня говорить о достаточно такой серьезной и интересной проблеме, проблеме о том, как изменился зритель в современном театре. Вот недавно Василиса, она играла в спектакле «Трава желания», играла главную роль, роль Стеллы, и во время одной из таких драматических сцен, сцен изнасилования, оказалось, что в зале начинается хогот, хохот. И вот почему так? Почему вам это там кажется? Во-первых, как это смотрится с... Ну, когда, понятно, дело из зрительного зала, это одно, а как это воспринимается со сцены? Ну, я бы вообще хотела начать немножечко издалека. Не конкретно относительно этого конкретного случая сейчас говорить, потому что, мне кажется, это как-то слишком много про меня. И вообще, в принципе, про проблему зрителя в театре. Потому что, так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой того, что зрительское восприятие, оно не то чтобы видоизменилось. В принципе, может быть, оно было таким всегда. Но удержать внимание зрителя, конкретно в театре, сейчас очень тяжело. Потому что, ну, такая распространённая фраза, что клиповое мышление, что мы не можем очень долго сосредотачиваться на том, что идёт перед нами. И если какое-то действие происходит диалоговое, то мы теряем внимание, теряем мысль. И это действительно большая проблема. Потому что, работая, например, в рамках русского психологического театра, играя того же самого Чехова... То есть это по системе Станиславского психологический театр, получается? Допустим. Да, даже если мы будем... Даже если не системе Станиславского. Возьмём просто театр. Когда на сцене происходит диалог, то зрителю очень тяжело сегодня держать внимание на внутреннем действии, на том, что происходит внутри артиста. Зрителю нужна либо видеопроекция, либо какой-то режиссёрский ход, либо какой-то режиссёрский выплеск. А посмотреть просто на взаимоотношения двух людей на площадке сейчас, вот этот какой-то навык восприятия, мне кажется, он теряется у зрителя. И я даже не хочу рассуждать позиции актрисы, а хочу просто... Но эти позиции актрисы... Всё-таки у нас в гостях редко бывают настоящие профессиональные актрисы. Некоторые играют там... Ну, они тоже профессиональные, но третьего слугу с четвёртым подсвечником, а у вас всё-таки главные роли. Ну, вот такой вот, простите, всё-таки ещё раз за повтор вопроса, из зала, со сцены, это вот болезненно воспринимается подобная реакция? Безусловно, болезненно, потому что задаёшься вопросом, может быть, ты что-то сделал не по-настоящему, может быть, это проблема действительно в тебе, а не в зрителе. Но, опять же, почему я хочу сейчас поговорить не с позицией актрисы, да, это очень тяжело, очень болезненно, я хочу поговорить с позицией зрителя. Вот я прихожу в зал зрительный, сажусь в театр смотреть спектакли. Вот я сейчас недавно посмотрела три спектакли в Петербурге. Я искренне боролась с внутренним снобизмом и искренне пыталась любить людей вокруг себя. Но для меня возникает большой вопрос, когда я смотрю «Преступление, наказание» и у меня льются слёзы, когда Соня читает Евангелие, а люди вокруг меня хихикают. Или когда Свидригайлов признаётся Думе в любви, страшнейшая сцена, где он говорит, не любишь и не полюбишь, зритель смеётся, зрителю смешно от того, что Свидригайлов ползает в ногах. Причём же это сделано очень профессионально. Безусловно, я сижу и я плачу, я это воспринимаю. И для меня очень болезненно, мне очень стыдно. Мне очень стыдно, когда происходит сцена, актриса играет в тишине, шёпотом, и потом молчит, а в зале кашель, смех, ёрзанье, использование болезненное. То, что сегодня происходит так. А вот, Дмитрий, почему вам кажется, так происходит, как философ? Я отметил тоже, когда пришёл к Василисе как раз на спектакле, для меня это было открытие. То есть для меня такой зритель, нового формата, потому что я нечасто достаточно хожу в театр, и вот через какое-то количество времени, которое я не был в театре, я с удивлением обнаружил, что сам зритель, он очень сильно поменялся, он очень сильно изменился. Как раз то, что было отмечено, и да, даже то, что, например, Бланш рассказывает с юмором, и любому человеку, у которого включена какая-то эмпатия, потому что я вот в этот момент, несмотря на то, что она рассказывала сама через вот какие-то хихиха-ха... Иронию? Да, иронию. Это было как раз видно, вот вся та вот эта вот грусть, и актриса, которая играла, она её тоже замечательно играла, она её очень хорошо играла. И люди слышали только вот эти вот хихиха-ха. Они не углублялись в то, что она говорит на самом деле. Вот это проблема. Следующая проблема, то, что когда, например, увидел, да, там, финальная сцена изнасилования, то там абсолютно девушки, да, то есть, ну, может быть, да, там, почему-то девушкам это тоже показалось забавным. Ну, вот тут, кстати, я отмечу, я замечу, что вот часто в кино я наблюдаю, я очень много уже в кино, на каких-то таких подобных сценах начинается смех. И я понимаю, что это не смех, потому что им весело. Это смех, потому что им страшно. Они не знают, как правильно реагировать, их много, у них такая как бы стайка обычно, это несколько там подростков или молодых людей, и они начинают смеяться, потому что это таким образом, ну, это, как говорил, по-моему, вот ещё вот по поводу трагедии, очищает их от аффектов, вот этих вот напряжений, которые они не могут пережить. Вот я подобную историю тоже произносила, не наблюдала на фильме «Камевиажор» иранского режиссёра, тоже вот, ну да, прошу прощения, я прервала. ну вот как раз добавила, но, с одной стороны, форма защиты, но ты отметила, что это как стадное такое вот чувство защиты. Что интересно, я наоборот, вот на данном спектакле наблюдал следующее действие, что это было индивидуально, то есть, начинал хихикать один человек в зале, причём на разные сцены, и это была какая-то индивидуальная реакция. Но, если мы это складываем всё совместно, то получается очень, ну, такое плохое впечатление, потому что здесь мешок от зрителя, который не в чувствовал полностью. У меня складывается такое ощущение, что у современного зрителя, да что и Василиса как раз тоже отметила, во-первых, нет, вот как для меня, как для философа, наверное, очень важно, нету поиска смысла, он ограничивается внешней формой, то есть, если они слышат, что здесь надо посмеяться, но здесь не надо смеяться, то есть, если человек ищет смысл, не всегда там, где смех, это не всегда означает смех, а он воспринимается, да, это может быть истерика, а он воспринимается, вот как есть, так оно и воспринимается, мне кажется, может быть, люди перестают, во-первых, слышать то, что происходит там, вслушиваться в эти какие-то сакральные, такие смыслы, в другого человека, да, в другого человека с большой буквы D. Вполне возможно, что сейчас несколько стерто вот это понимание, зачем мы идем в театр, потому что тоже вот у меня был случай, я ходила на спектакль «Мамаша Кураж», я стояла потом за пальто в гардероб с номерком, и вокруг меня были зрители, я просто слушала, что они обсуждают, как они обсуждают, это абсолютно дословная цитата, что стоял взрослый мужчина, который сказал, «Я думал, что «Мамаша Кураж» — это про поржать что-то будет». Вот такая цитата, это цитата. Ну, и как бы возникает такой вопрос, возможно, конечно, зритель приходит, чтобы расслабиться, да, в театр, и тогда, в принципе, теряется весь смысл существования трагедии, драмы, и какой-то возникает жанровый вопрос. Начинается еще все с того, что сегодня зритель, вот я сижу в портере в Александринском театре, приходит молодая, пара с бокалами шампанского в руках в зрительный зал и с какими-то там, шпажками на салфетке и садятся в портер. Ну, я не капельдинер, я не могу... Ну, хорошо, ты шашлыка, я так умею сказать. Я не могу сделать замечание, но внутри у меня начинается какая-то такая мощная борьба, протест. Протест. Зачем? Зачем вы пришли сюда? Это не кино. То есть в кино, допустим, у нас есть определенные правила игры, то есть мы можем купить попкорн, нам никто не запрещает, заходить с ним в зал. Но в театре это взаимодействие живого человека, который стоит на сцене перед тобой и живого зрителя. То есть это какой-то живой обмен энергией. Да, мне поэтому кажется, театр это единственный живой остался вид искусства, в смысле живой, в смысле, где там что-то делается для зрителя, а не для того, чтобы бабла с него срубить, вот как кино, например, во многом. Да, но сейчас, опять же, на потребу публики, на потребу зрителей же ставится огромное количество спектаклей, цитат, это «напоржать». Большое количество антреприз, более-менее, какие-то более талантливые, какие-то менее талантливые, но это достаточно востребованный жанр, когда в домах культуры, когда в каких-то концертных залах собирают медийных актеров, они играют какую-то веселую, легкую комедию. Но это две проблемы, мне кажется. Во-первых, что у нас люди не понимают, на самом деле, эту разницу между театром и кино. И даже как кинозритель, я могу сказать, что люди не понимают между кино, на котором можно есть попкорн, это в основном крупный блокбастер, они для этого и сделаны, чтобы продать попкорн, а между, допустим, там, не знаю, фильмом Ларса фон Триера, когда приходит, такое ведро попкорна, там сцена, не знаю, там, с изнасилованием героини, она... Или, я помню, фильм «Джанго освобожденный», где дяденька ел весь фильм сыр разный, то есть, это вот если в деду «Ты же умрешь!» У меня был такой, у нас Соррентина, я смотрела фильм «Соррентина молодость», я на него сходила несколько раз в кино. Да, очень хороший фильм. Я каждый раз сидела, я каждый раз заливалась слезами, то есть, настолько он меня трогал, настолько я рыдала, вот у меня прям потоки были слезы, я не могла себе сдержать, вокруг меня, да, происходит... там же есть потрясающая стена, сейчас такой спойлер, наверное, будет, с Гитлером, она такая страшная, она такая страшная, и она такая, так, трогает тебя, но вокруг та же самая реакция, смех, и... А вот тут, мне кажется, такая очень важная проблема, вот мы такие все умные собрались, такие все культурные, культура так и берёт, а ситуация такая, что мы, в принципе, люди, в силу наших профессий, нас учили, во-первых, пониманию искусства, а во-вторых, ну, не понимаем мы что-то, мы пытаемся, вот умом не доходит, чувствоваться, вот как настроиться на волну, вот мы говорили, обсуждали ещё до начала, как сказать, программы, что вот два варианта понимания искусства, через ум и через все, то есть открыть, постоять, впустить, а людей, которые вот у нас есть, у нас есть такое обывательское мнение, что искусство, это очень просто, вот картина, ля-ля-ля, вот три медведи, все понятно, ну, что понять, все понятно, все хорошо, а люди не понимают, что любому искусству, любой практике, танцевать надо учиться, там, не знаю, рисовать надо учиться, и понимать искусство, смотреть тоже надо учиться, открывать себе эмпатию, а люди, может, и хотели бы что-то вот понять, но они не знают, как реагировать, то есть вот тоже проблема, вот смех, мне кажется, это элемент этой реакции. Мне кажется, ты либо понимаешь, то есть, либо ты начинаешь, да, переживать своей соседке, у которой произошло горе, то есть, здесь абсолютно нету разницы, потому что это все равно, да, какие-то другие, что, да, там, допустим, с какой-то, да, не дай бог соседкой что-то случилось не то, и ты к ней придешь и будешь переживать. То же самое любой человек, видя какие-то те или иные страдания на сцене, да, не совсем понятно, как он к ним отнесется, может быть, будет предвзято относиться, но он в любом случае это должен пережить, как человек, потому что, если он не начинает вот это вот переживать, то значит, либо актеры что-то не дорабатывают, либо со зрителем что-то не дорабатывают. И вот, кстати, еще тоже вот хотел сказать, я тебе сказал, что театр это вот единственное, где живо, но мы еще знаем, что есть, и я все-таки частично думаю, что это произошло, хотя, может быть, ну, скорее всего, вот вы со мной согласитесь, не согласитесь, может быть, сейчас вот так. очень много существует различных перформансов, хэппинингов. Тут все равно элемент театрального, мне кажется. Да, это элемент театрального, но он переносится в музейное пространство. Вот в чем проблема. Ты подоживаешь, что театр, это только в театре, он, пожалуйста, на вокзале, на Курском, бегали мы, играли, «Золотая маска», спектакль, по-моему, это тоже по проекту, диалоги эмигрантов, что-то такое. Нет, я немножко про другое, но по поводу того, что когда зритель, да, реципиент, вообще, искусство, приходит в музей, например, чтобы отследить перформанс, хэппининг и так далее, очень часто это сопровождается вот этим вот жеванием, чавканем, потому что это припринято, да, с бокалом вина обсудить какую-то картину, это красиво. И вот приравнивается обсуждение картины и обсуждение перформанса. Вот то же самое, возможно, частично разъедается граница и с театрами. Ну, ты вот сверху пытаешься это провести, а я считаю, что это то, что у нас кино, массовая попкорнизация, кино, попкорн едим, и так же думают, что театр, это то же самое, только вот они живые и ходят по сцене туда-сюда, а в реальности обратная история, что, ну, просто физически нельзя есть попкорн во время спектакля, то что, ну, во время лекции вы же не идите, вот, ну, когда слушаете преподавателей в вузе, по большому счету, это плохо. И то же самое во время спектакля. Люди этого не понимают, они приравнивают, и поэтому они едят, для них это нормально. Ну, это, конечно, мне кажется, уже такой вопрос культуры общий. Да, да, нас не учат, нас не воспитывают, нам не прививают, как мы должны ходить на выставки, как у нас приходят люди в музей. Пришли в музей, пробежали, посмотрели, убежали. Да, нас не воспитывают, как это нужно делать, как приходить, как смотреть, как пытаться понять что-то. Нас не воспитывают, как нужно ходить в театр, как пытаться воспринимать искусство. Нету, откуда, откуда человеку, молодому, сегодня, когда у нас интернет, когда у нас инстаграм, откуда ему это взять? Когда у нас немножечко сейчас смещены ценности. Ну вот мне два таких момента к вашему Василисе высказыванию. Во-первых, у нас искусство очень сильно демократизировано. Представьте, сколько в 19 веке людей могли себе позволить пойти в кино, в театр или в музей. 5 процентов. Слушайте, но был райок, куда приходили бедные люди. Все равно. Театр, галерея любая. Прошу прощения, ты когда рукой делаешь немножко аккуратно, там камера и получается перед лицом. Все, окей, поехали. И у нас искусство за последние годы, оно демократизировалось, потому что масса людей, это социалистические, еще социалисты начали проводить, что типа ходим, оккультуриваемся, надо смотреть, ходить в музей. Но как смотреть? Никто не научил. Особенно когда пришло вот это вот современное искусство, это соцреализм, понятно, товарищ Сталин, люди вообще не понимают, что они смотрят, как они смотрят, как им на это реагировать. И здесь начинается беда. Ну, конечно, они смотрят с точки зрения лайк или не лайк. Еще они смотрят спектакли и параллельно сидят и снимают на телефоне то, что происходит вот перед тобой сейчас. Я вам больше скажу, это была у меня у подруги свадьба недавно. И мы сидели в ЗАГСе, шла регистрация. И все сидели вот так. То есть никто вживую не смотрел регистрацию. Все смотрели регистрацию через объектив своих мобильных телефонов. И это какая-то такая, ну, глобально мы тоже мы сидим, рассуждаем о высоком. Но, извините, мы тоже заходим там раз в два часа проверить свой телефон. свой Инстаграм, свои социальные сети. Ну, конечно. Мы вот, чтобы так проснуться с утра и целый день не пользоваться социальными сетями, не пользоваться Инстаграмом. Тебе напишут, ты умер? С тобой все в порядке? Да, такого нет. Да, это ты не знаешь. А если ты не появляешься, то тебе задают вопрос, что с тобой, где ты, не случилось ли чего, если ты там заходил несколько дней назад в социальную сеть. Поэтому мы, конечно, можем долго рассуждать о теме, но способ мышления, способ восприятия вообще того, что происходит вокруг нас, изменилось. Ну, это да, это вот был такой у нас философ, Гиды Бор, по-моему, назвали общество спектакль, что если вот мы теперь все участники большого спектакля, мы теперь из-за удешевления, так сказать, средств, мы все теперь и режиссеры, мы все сценаристы, мы все выкладываем, монтируем, фильтруем, инстаграммим и получаем у нас, мы все теперь художники, все производим это искусство. И вот вторая проблема, которая меня волнует, ну, как зрители, да, кино, я все-таки кино, вот мое все тоже. Если раньше зритель приходил в черный зал и смотрел этот нацветящийся экран, то сейчас в кино ходит, ну, очень трудно заманить зрителей, падение просмотров просто в кинотеатре очевидно, при том, что сериалы смотрят. Почему? А потому, что сейчас народ смотрит кино онлайн, вместе, трансляции ВКонтакте. И у них есть у всех желание во время фильма, они все пишут в чате, ой, да, он его сейчас там по башке для юмор. И вот с чем ты связываешь, почему, например, Дмитрий, с чем связывает желание комментировать все время, во время просмотра всего? Комментировать? В театре, мне кажется, тоже. Да, 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 сидят зрители и комментируют голос. Не стесняясь. Я так понимаю, что в кино ты тоже, наверное, наблюдаешь, постоянно находятся какие-то комментаторы, которые комментируют и в попад, и нет. И вот здесь, мне кажется, что сейчас общество таким образом оно фильтруется, оно разграничивается на две разные такие касты. Те, которые будут ходить в кино, и они не будут там комментировать. Так они комментируют и там. Нет, я сейчас говорю о процессе, который только начинается. То есть я очень надеюсь, что, возможно, он к этому придет, и общество само оно как бы рассловится. Потому что вот эти вот комментаторы, которые очень... И люди, которые... А есть же люди, которым тоже интересно не только себя показать, но и других послушать. Вот, такие же тоже есть. Вот. Они, естественно, приходят. Им интереснее вот то, вот это вот сообщество трансляторов, да, через которые можно выразить и свою позицию, и послушать, что говорят другие. Это, конечно, отличается немножко от того, что происходит в кинотеатре, но эффект в целом остается тот же самый, только онлайн. И вот оно будет, ну, как я надеюсь, возможно, это произойдет, возможно, это не произойдет. Тут 50 на 50. Оно произойдет следующим образом, что одни останутся онлайн, которые любят комментировать. С другой стороны, что люди постоянно, постоянно людям нравится показывать себя. Вот. То есть, они превращаются в такие группы Ленинград. Экспонат, вот, да, сама выставка, она полностью девальвируется, но вот приходит некоторая барышня на каблуках, в лабутенах, и она становится главным экспонатом. Конечно, инстаграмм на искусство была статья недавно, что вот все эти выставки современное искусство, которое проводится, делают так, чтобы на их фоне реально кураторы говорят, что удобно было делать селфи. Да, да, да. Но это здесь еще пиар-момент. На пиар, то есть, я вот пришла в гараж, там выставка Муракамия художник, и я поняла, что, в принципе, вот там нельзя пройти, чтобы кто-то хребтом не терся у картины и не пытался, значит, себя вот так вот заселфить на фоне. В принципе, у меня очень яркие, красивые работы, но я посмотрела в интернете, что есть и другие. Я поняла, что данная подборка, формирование, она формируется для того, чтобы реально люди селфи-лись. И тебя сразу говорят, можно фотографировать, только там, типа, руками не трогать. Вот. Вот такой момент интересен, что искусство уже не воспринимается как нечто сакральное. То есть, нас чему, ну, вот такая идея, что еще ведь в Древней Греции, что искусство либо типа техне, ну, типа вот, слепил и пей из этого, либо это сакральное. То есть, это, и помним, первые художники не подписывались, потому что это божий талант, но все равно, вот там, эпоха возражения, и так далее, и так далее, некая такая дистанция. А теперь дистанция между, стирается между зрителем и вот тем, что он смотрит, кино или театр и прочее. Ну, в принципе, и три тысячи лет назад тоже комментировали, и обсуждали, и способствовали сюжету, и разворотам сюжета, и как-то не стеснялись, оценивали пьесы на вот этих поединках, да, трагиков, то есть, высказывались. Поэтому мне кажется, мы сейчас как раз-таки, театр же, он шел по такому пути, то, что с открытых, да, закрывался, превращался в какое-то такое очень церемониальное действие, когда все приходили в бриллиантах, в платьях, садились, смотрели, а сейчас мы опять как бы возвращаемся к тому, что это становится для всех, комментируйте, обсуждайте. Сейчас очень много интерактивного театра, когда зритель сам может выбрать, чем закончится спектакль, и как развернется. Можно же ходить просто по дому и смотреть вот это вернувшиеся, по-моему, ну, иммерсивные спектакли, да. Опять же, почему? Ну, почему это происходит? Потому что мы не можем удержать зрительское внимание. Мы не можем. мы не можем удержать, я не знаю, то ли потому что, я, конечно, не должна, наверное, так говорить, то ли потому что, может быть, у нас как-то падает уровень образования изначально, театрального, но не хотелось бы в это верить, не хотелось бы в это верить, потому что невероятно много талантливых актеров, режиссеров, потому что зритель отказывается, отказывается смотреть что-то серьёзное, долго, он отказывается смотреть «Братья Карамазовы» два часа. Но при этом у нас есть спектакли Бутусова или кого-нибудь ещё, предыдущие по 5 часов 30 минут, и люди на них ходят. Слушайте, на Бутусова тоже, я вот была сейчас в Петербурге, смотрела «Сон об осени», по-моему, «Юмфоса» драматург, может быть, я сейчас неправильно назвала, современный драматург датский, и там такая фантасмагория про сны, которые снились этой паре, и очень много, люди тоже вставали и уходили, потому что они ничего не понимали. У них вот этот образный ряд, они отказывались воспринимать. Но здесь вот такая беда, мне кажется, две беды есть. Во-первых, вот как скажешь, мы идём к 3000 лет назад, я слушала лекцию, Михаил Форрейтер, его зовут, он специалист по испанскому театру, вот в таком эпохе Возрождения и дальше. Он говорил, что там так было в театре, что драма, вот идёт там действие, потом бац, действие заканчивается, водевиль, иначе зрители в зале начинали друг друга резать. То есть мне кажется, он сказать, так, стоп, действие, сейчас все делаем селфи, делаем селфи, делаем селфи, делаем селфи, так, машем мобильничками, всё, выключаем, продолжаем. У Шекспира тоже трагедия, финал, и в Елизаветинском театре все актёры встают и танцуют джигу, чтобы поднять настроение у зрителя. Ну, или там бывают такие моменты, как я понимаю, тоже в самом действии, то есть, прерывающиеся на юмор, а вот мы же воспринимаем, нас как классицизм учил, что искусство, что такой художник, он так немножко от народа-то оторван, и вот он так думает, а ты приходишь, и ты вообще, ну, ты ничего не понимаешь, и ты должен как-то в него проникать своим мозгом. А сейчас проблема в том, что у нас вся вот эта потребительская культура, она, не искусство и прочее, она настроена на эмпатию. Купите наши джинсы, они заставят вас чувствовать себя лучше, по-посочувствуя этому, там, не знаю, девушкам, купи косметику, кумак и так далее, и так далее, и зритель устает. Но в то же время мы не сочувствуем, нас просят сочувствовать, но мы... Чрезмерно. Мы не понимаем, что это такое. Раньше человек ходил в театр раз в год, или два раза в год, там, на Пасху, на Рождество, они смотрели какие-то спектакли, и вот это его принимало. А сейчас ты каждый день видишь столько визуального и столько драматического, что всё. Мы стесняемся плакать, мы стесняемся плакать. Мы приходим в кинотеатр, и театр, зритель боится плакать. Ему стыдно. Но он боится, что ему будет больно. Да я не знаю, мне бы хотелось верить, что он боится, что ему будет больно, но мне почему-то кажется, что это какая-то внутренняя зажатость, что я боюсь, что про меня подумают другие, если я сейчас буду рыдать здесь сидеть. А это же было в Древней Греции ещё, когда собирались они раз в год, вот на... когда показывали целый день, сутки трагедию, зрители сидели, и тем самым это был акт очищения. Кататься, да. Они очищались тем самым. Ну, как бы раз в год со всей Грецией они слежали, смотрели, плакали. И это было очень важно, такое поддерживаемое событие и властями. Греции вообще там обязаны, они были бедны, предоставлять билеты, потому что это была часть политической культуры города. Потому что это очень, ну, вот это как-то всё так преподносилось, что очень важно было раз в год очиститься. Очень важно было испытать эти... Ну, а сейчас театр это интертеймент, это развлечение, это не очищение. Насколько вот вообще кажется, что, может быть, сейчас я в другой чуть-чуть русло переверну, но насколько вам тоже вот с разных позиций кажется, потому что вот у меня сейчас складывается тоже такое ощущение, пока вы обсуждаете это всё, что есть какая-то абсолютная пиар-игра. Зритель играет с пиарщиком, пиарщик играет со зрителем, зритель играет с режиссёром, режиссёр играет со зрителем. Вот получается такая коллаборация абсолютно интересная. Да, зачем вообще нужно, чтобы... Это... для... И, наверное, ты тоже права, это подтверждает вот это вот всё. Действительно, индустриализация вот этого всего и поставка этого всего на коммерческие рельсы, это становится одной из главных причин. И, как по мне, так есть некоторый специальный подогрев, да, для чего вообще делается, чтобы зритель мог себя хорошо сфотографировать. Для того, чтобы... Ну, пока это не делайте, вы имеете в виду в театре, да. Ну, в театре, хорошо, ну, в театре это как бы отдельное пространство. Ну, в галерее, чтобы пиар, хэштеги, ставьте хэштеги. Да, ставим, ставились хэштеги для того, чтобы это заполняло всё медийное пространство, потому что как только человек выкладывает, да, у него там, ну, в среднем у человека где-то, ну, предположим, ну, где-то 300-400 подписчиков. Ну, вот средний такой аккаунт какой-то возьму. Да, значит, 300-400 человек узнают, ну, там, боты, естественно, есть, ну, вот, допустим, да, там, человек 200 узнают про эту выставку. Чем больше и идёт наполнение, естественно, и идёт насыщение, это раз, то есть информационного пространства одной выставкой. И второе, как только человек начинает что-то активно и бурно комментировать, эта новость начинает взлетать в топ, потому что чем больше комментариев... Ну, хайп начинается, да. Мы ставили модное слово, мы модная программа, да. Вот. И, а дальше это распространяется уже на зрителя, потому что, как вот правильно отметилось, теряется вообще любая сакральность. Какая сакральность может быть, когда... Не, ну, потому что в современной живописи вот такое поведение, это окей, то есть в современной живописи, она направлена, чтобы создать реально хайп, и потом этого художника продать задорого. Смысл вообще в таких галерей это продать художника задорого, потому что так его никто не купит. Уже потому что, ну, как бы богатые, они отдали свое искусство на потребу, вот, ну, критикам. Но театр-то, он пока еще вот, он не понимает... Не, ну, слушайте, ну, театр тоже надо заполнять, и тоже нужно продавать билеты. И тоже, когда у тебя три балкона, тебе нужно по-хорошему продать эти три балкона. Ну, вот нам надо к выводу прийти к какому-то, да, вот так все ругаем людей. Во-первых, личность людей ругать не надо. Конечно, мы, да, мы любим людей. Да, нет, но надо понять, что зрители надо готовить, и самим нам надо делать как-то так, чтобы зритель себя в театре чувствовал комфортно. Знаете, я вот, вот чего придерживаюсь. Тоже сейчас как раз был такой случай на трамвае желания, то, что потом нам кое-какие зрители прислали свои отзывы. И был один отзыв, такой неоднозначный, но он был на следующий день достаточно такой большой, длинный. И, значит, актриса, которая играла Бланш, немного расстроилась. А вот мне-то кажется, что если зритель пришел в театр, посмотрел спектакль, вышел, думал о нем, ехал в метро, думал о нем, приехал домой, лег спать, проснулся и до сих пор думает о нем, и его это заставило сесть и как-то самовыразиться, что-то написать, а потом еще разыскать этих актеров, разыскать, и как-то прислать свой отзыв, если это человека заставило действительно думать на протяжении такого длинного промежутка времени, то, что он вышел, посмотрел, забыл, сел в метро, там приехал, там даже телевизор смотреть, и с утра уже не вспомнил, что он делал. А если человек после этого все равно задумался, думал, 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 спал, проснулся, думал, написал, значит, все-таки мы его чем-то задели, и это уже маленькая победа. Ну да, даже если негативная, но негативная. Даже если зритель не знает, как высказать свои эмоции, выражается достаточно косноязычно, но он хочет их высказать тем, кто показал им спектакль, это уже значит какое-то маленькое отверстие мы просверлили в его душе, в его сердце чуть-чуть как-то дотронулись до того, что происходит внутри у зрителя. А ваше мнение? Мне кажется, что, наверное, это уже больше к нашей части относится, в самом начале так циклично, все кругами, в начале было произнесено таки, а как вообще должен выглядеть зритель, как он должен ходить, какое у него должно быть поведение. Здесь очень важно философские поиски не только констатации того, что происходит, потому что философы любят это сверцать, безусловно, это с одной стороны, с другой стороны философ должен и обучать, научать, и, если мы берем Платона, как такое, представим, наверное, у него тоже где-то существовал идеальный зритель. Вот образ идеального зрителя, вот этот эталон в мире идей, наверное, он все-таки где-то существует. Про театр, мне кажется, больше Аристотель, но у него явно был идеальный зритель. вот, именно поэтому, мне кажется, что философы, обращаясь к идеальному миру, они должны искать этого идеального зрителя, и они, наверное, должны тащить на свет этих людей из пещеры, вот, к тому образу. Да, светить глаза, высвечивать ему светом, чтобы было больно, но и актеры нам вот в этом, чтобы отращивать вот эти вот «у души крылья», как писал Платон. «У души крылья». Вот. Для того, чтобы выстроить ту концепцию зрителя и того, как он должен вести и как он должен воспринимать их. Хотя, естественно, мы никогда не сможем быть ответственны за то, как зритель воспринимает. Это настолько субъективное и негомогенное пространство, что это, естественно, очень сложно. Поэтому единственное, что мы можем, это проконтролировать, посмотреть, что из этого получится и посмотреть, что будет дальше. Я вот, как в некоторой степени, подводя итог нашей беседы, я могу сказать так, что мы живем в время, когда из-за появления новых медиа, в первую очередь, интернета, у нас полностью меняется зритель, у нас меняется восприятие, мы пока не знаем, что дальше будет, как с этим жить, о том, что, как вы правильно сказали, про отзывы, все стремятся теперь, отзывы это модно и даже негативные отзывы, там какой-нибудь бэд комедия или что-то еще, они будут интерес и будет саморефлекс. У нас зритель, на самом деле, стал рефлексировать больше, чем раньше, хотя он пока этого сам, может быть, еще не напоминает. И третье, да, что мы должны как-то зритель все-таки выращивать, может быть, хотя бы в рамках какой-то школьной программы или в рамках чего-нибудь еще, каких-то специальных подготовительных спектаклей. Вот, но, наверное, этим мы будем заниматься и посмотрим, что будет дальше, потому что мы в очень непростое время живем, в очень интересное, вот, поэтому я очень благодарю Василиса, Дмитрий, надеюсь, что мы будем еще рефлексировать на эту тему вместе. Спасибо большое. До свидания. Ну, молодцы какие, сидите, не вставайте. Вот, я должен сказать публике, что случилось у нас с вами, потому что публика ждала, наверное, что я появлюсь, а я сегодня был тут на режиссерском кресле, вот видите, я выползаю с него. Обычно-то наш режиссер, он, как говорит, дайте я вставлю свои пять копеек, говорит, он и вставляет вот, а пять копеек-то, Эй, а ты не попробуешь между сесть на эту тему, что мне свои пять копеек куда-нибудь вставить? Да-да-да-да, садись, 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 садись. О, вот он мой красный галстучек, вот оно пузико, вот он я. Вот, слышно меня, да? Вообще, очень здорово получилось, по-моему, да, вот в самом начале очень хорошо все шло, катило, а потом немножко в серединке стало вот провисать, когда я сделал этот знак рукой, это расскажите еще про кольцевую дорогу, вот, вот, ну тут вы как хорошо, очень свернули, очень здорово, колоссально, а в принципе говоря, понимаю, что не так делает Цветков. Было у меня желание вот что-то сказать, но потом это вы и без меня сказали, дошли. Я слишком спешил, да? А вот что вот осталось мне сказать, иначе я не встал бы, не вышел бы сюда. Вот вы играли в одной из моих самых любимых пьес, вот, «Трамвай желания». Вот. А вот, ну, она часто очень идёт в Москве, иногда сразу в трёх постановках идёт. И как-то мы к ней уже привыкли, мы её как-то воспринимаем как свою, фактически, да? И она оторвалась вот от корней, да? Такая стала перекатия поля, там даже играет что-то такое, там, какая-то смесь с каким-то японским рассказом про, так сказать, водителя трамвая, помнишь, да, было-то? Ага, и там, так сказать, корейцы бегают по сцене, там, между делом, там всё вообще, там, оторвались они совсем. Вот. Так я ещё хочу сказать, вообще-то говоря, ведь, так сказать, Тенниси Уильямс — это американский южанин. — Чехов. — Он южанин, американский южанин. Да, он Чехов, он написал продолжение «Чайки», дневник Тригорья. Нет, он американский южанин, прежде всего, да? И вот он пишет, вот почему такая грусть у него, да? Это грусть по погибшему югу. Юг, который погиб в результате вот того, что называлось у них реконструкцией, да? Вот она долго-долго пытались сделать эту реконструкцию, потом она рухнула, появился тот первый «Куклус-клан», да, который там навёл порядок, потом он пропал, а второй «Куклус-клан», который мы знаем, это появилось после фильма «Рождение нации», да? И вот это копируют, да? Типа как насмотрелись «Бэтменов» и насмотрелись «Куклус-клан». Собственно, тот же самый «Бэтмен», да? «Куклус-клановец», да? Да, но это не на что? Ну, так вот, там вот эта вот грусть, она же приезжает, это вот Стелла Дебуа к своей сестре Бланш Дебуа, который теперь Бланш Ковальский. Нет, Бланш приезжает к Стелле. Стелла Ковальский. Стелла Ковальский. А вы это были Бланш? Стелла, Стелла, Стелла. Да, Бланш Дебуа приезжает к Стелле Ковальске, которая была когда-то Дебуа. Вот, и вот тут-то как раз вся эта трагедия, что это ушедшая жизнь. Это чем-то, знаете, что напоминает? Почему это Чехов, да? Почему Чехов? Потому что это вот кончилось крепостное право, у них кончилось рабовладение. Вот теперь это старые усадьбы погибающие, но только что нет там вот этих самых, так сказать, Лопахинах. Борис Сергеевич, это у вас всегда история сводится к такому вульгарному марксистскому трактовку. Тоска по югу. Не от Маркса у меня это, это от жизни. Это история про Стеллу, Бланш и Стэнли. Стэнли же, да? Я если не ошибаюсь. Станислав. Стэнли. Митч. Ковальский. Это про история про отношения, про людей. Которые курят сигареты лаки. Она как раз там не важно, юг или не юг, она может играться в любой ситуации. Да, у нас это играют, но вот это вот, она так сильно оторвалась от почвы, я думаю, что и Чехова там так же играют. А даже где-то теперь даже играет Островского, у нас совсем мало. Вот этот дневник на всякую мудреца довольно простотой, как дневник прохиндей. Это очень тяжело играть, потому что язык, которым написано, драматургия Островская, ее просто современный молодой актер не может запомнить. Ну, если нужно, чтобы выиграли. А что касается Тенниси Уильямса, это да, это такой американский Чехов, потому что Чехов тоже, ну, мало кто понимает, что это такое тоска по прошлому, тоска по тому, что не случилось с тобой. Не, ну, сейчас многие люди тоскуют по прошлому, по советской власти, ну, у нас много, это тоска по прошлому всегда. По не случившемуся, по не случившемуся. По не случившемуся, да. По не случившемуся, да. К социализму, да просто по не случившемуся. Ну, в общем, ладно, я вот все сказал, что хотел, вот спасибо публике родной, да, за внимание, за доброту и ласку, ну, вот так вот. Попрощаемся еще раз. Да. Я передал дело в надежные руки. Все, доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok